Всем привет. Сегодня мы приехали на наше социальное жилье. Мы приехали отдавать эти ключики, которые мы должны были отдать еще месяц назад, но мы как-то... Да, далеко сюда ехать не хотелось, как-то свои дела, поэтому решили только сегодня. Но это не проблема. Да, сейчас будем ключики отдавать. Кто видел наше социальное жилье, вы можете посмотреть. Мы здесь проживали. Сколько мы проживали в месяцах? Ну много, не знаю. Это была кухня. Сколько? Ну я не знаю, я хочу тебя спросить. Три-четыре месяца. Ну где-то так. Это была кухня наша общая. Это была с машинкой странная, сушилка. Здесь находились, тут все готовили. Сейчас тут холодно. Так, сейчас все съехали и все, выключили все батареи и все. Мы, в общем, забираем то, что не забрали, наш мусор. Будем выходить. Поставим ключики и все. Так что, может, позже ребята уже включатся, как были. Может, в центре будем гулять. Ну что, включимся? Что-то интересное можно выяснить. Да, все. Вы не представляете, что такое было. Это вообще ненормально. Уже который раз просто какая-то несправедливость в Германии. Мы не первый раз это замечаем. Не только мы, но наши знакомые, которые вместе с нами так бежали уже не первый раз. Короче, мы вышли из полицейского нашего участка и бежали, потому что увидели автобус. Он стоял. Он видел у нас вдалеке. Он стоял даже тогда, когда мы уже подошли к двери и нажимали. Мы подошли. Он же стоит. Он стоял. Он стоял. Думаем, откроет, не откроет. Это просто доля секунды. Мы сразу идем на первую дверь, потому что она была открыта. Мы подходим к двери и он взлет просто уезжает. Да. Это не первый раз сам прикол. Это уже шестой раз, когда мы замечаем реально, что немцы так делают. Не знаю, издеваются они или не издеваются. В чем прикол, я не понимаю. Посмеяться, что ли. Ну. Это просто ужасно. Когда ты видишь, что люди стоят перед тобой издалека, а он специально ждал. Он видел, как мы бежали. Долго стоял. Но нет. Надо было последнюю минуту. Нет, даже не минуту. Мы еще стояли перед дверью. Мы еще минуту стояли, нажимали. А он как назло берет и уезжает. Короче, вот такие новости. Когда беремся в центр или будем улюблен, тогда, может, с вами будем на связи. Мы не отключаемся. А еще у нас супер новость. Как вы видите, мы уже без масок. Ни кто не орет. Маска. Да, наконец-то. Все без масок. Я не буду снимать людей. Но, как вы видите, мы уже едем. Ура. Киева. Еще раз, ребята, кто писал нам, ждал наших новых видео. Сегодня мы уже у Любы, как вы можете видеть. И, как вы можете заметить, у нас обновки. Как вы можете увидеть, этот прекрасный диван, я вам скажу, нам подарил русский немец. Мы очень ему благодарны. Человек очень хороший, порядочный. Как вы можете видеть, классный диван. До этого был, конечно, ниже диван. И поэтому любовь решила, что нужен классный такой диван, что приходили гости, смотрели, сидели на нем. Вот такие, как мои гости приходят и сидят вечно, да, Аня? Так, что еще? Также его знакомый также русский немец, этого русского немца, был еще один такой же русский немец, который тоже подарил нам комод. Ну, не нам, а нашим знакомым. Вот такой дубовый, классный. Вообще, мне так нравится, что себе захотела. Тоже такой, как вы можете видеть. И Люба очень рада. И мы тоже. Вы можете посмотреть, такие также обновки, два стуля. Но эти два стуля мы нашли. Как вы можете увидеть, они не прямо в идеальном стене, но временно пока что они подходят. Это мы только пришли с магазина на это. И вот сейчас мы в гостях. Нам очень нравится диван, поэтому мы с Аней будем решать через этого человека. Он сказал, что если что-то нужно, обращайтесь, любые проблемы. Если вам нужно что-то помочь найти, я вам помогу. Человек поддерживает. Мы нашли общий язык с ним. Потому что некоторые есть ребята, вот допустим, я же говорю, те, что пишут в комментариях, это вообще дурики, по-другому не сказать. Ребята, я очень хотела вам забыла сказать, что также у нас был знакомый, тоже русский немец, который нам помог, нашел стиральную машину. И мы заплатили, конечно. Но он сделал нам большую скидку. Мы очень благодарны. Он показал, как включить эту машинку. Это прикольная машинка, кстати, швейцарская, если не помню. Классно работает, тихо, без всяких звука. Мы очень ему благодарны. И также сказал, обращайтесь, любые вопросы мы решим вместе. Мы сказали, да, конечно. Взяли его контакт и общаемся с ним. Поэтому те, кто пишет, что мы там пишем провокационные какие-то слова на людей. Там мы писали, говорили, что вот русский узкий. Это говорится к тем, кто пишет гадости на нас. Кто поддерживает войну. Кто поддерживает войну. Кто пишет просто нам какой-то бред. Вот вы такие-сякие. Так вот, ребята, я еще раз смотрю. Не нужно заходить на канал, просто не подписывайтесь. И смотрите видео. Какой, который нам немец русский подарил. Да. Переверни канал. Переверни канал. Он еще нам подарил. Русский немец. Какой вы можете видеть. Еще он повер. Да. Мы будем. Сейчас вот такие обновки у нас происходят. Пока что говорю. Скоро можете искать. Кто еще появится. Те, кто в Германии. Вот, обратите внимание на это средство. Покажи. Какое? Тот, кто заболел, вот это вот средство. А, да, ребята. Веденай. Чтобы вы знали. Три дня пользуйтесь этими каплями. Или что это? Типа сироп. Сироп, да. И, как говорил наш знакомый, через три дня проходят всякие болячки. Простуды и так далее. Берите на заметку. Так что вот такие дела, ребята. Мы, может, включимся дальше. А пока что на этом все. Всем пока.